Ровно месяц остался до единого дня голосований. Чем ближе выборы, тем пристальнее внимание к их проведению. Сегодня мы поговорим о наблюдателях. У нас в гостях Любовь Сафронова, член территориальной избирательной комиссии Ленинского района, с правом решающего голоса член регионального отделения политической партии «Справедливая Россия» в Московской области. Здравствуйте, Любовь Аркадьевна. Добрый вечер. Итак, первый вопрос. Кто вправе назначать наблюдателей? Наблюдателей вправе назначать каждый зарегистрированный кандидат, каждое избирательное объединение, выдвинувшее зарегистрированного кандидата, Общественная палата Московской области. Все вышеперечисленные, о которых я только что сказала, вправе назначить не более двух наблюдателей в каждую избирательную комиссию, которая имеет право поочередно осуществлять наблюдение в помещении для голосования. И одно и то же лицо не может быть назначено в другую комиссию, но может быть назначено только в одну комиссию. Зарегистрированный кандидат, избирательное объединение, выдвинувшее зарегистрированного кандидата, Общественная палата Московской области, не позднее, чем за три дня до дня голосования, представляет список в соответствующую территориальную комиссию. В этом списке обязательно должно быть указано фамилия и имя отчества каждого наблюдателя, номер избирательного участка, наименование избирательной комиссии, и куда наблюдатель направляется. Полномочия наблюдателя удостоверяются письменно в направлении, которое выдает зарегистрированный кандидат, избирательное объединение, выдвинувшее зарегистрированного кандидата, Общественная палата Московской области. В этом направлении обязательно указываются фамилия и имя отчества, адрес места жительства, телефон при наличии, наименование избирательной территориальной и юридической комиссии, а также делается запись об отсутствии ограничений в соответствии с законом. Вот такие правила для назначения наблюдателя. Скажите, а в какое время наблюдатель имеет право находиться на избирательном участке? Находиться на избирательном участке наблюдатель может с момента начала работы участковой избирательной комиссии в день голосования и до получения сообщения от вышестоящей избирательной комиссии о приеме протокола об итогах голосования, а также при повторном подсчете голосов избирателей. Также наблюдатель может находиться и в иных избирательных комиссиях при установлении итогов голосования и определении результатов выборов. И также может наблюдатель находиться в этих иных избирательных комиссиях при подсчете повторного голоса избирателя. А каковы действия наблюдателя на избирательном участке? Он имеет право знакомиться со списком избирателя, реестром заявлений о голосовании вне помещения, наблюдать за выдачей избирательных бюллетеней, присутствовать на голосовании вне помещения для голосования. Наблюдать за подсчетом голосов избирателей, внесенных в списки избирателей, выданных избирательных бюллетеней, погашенных избирательных бюллетеней. Наблюдать за подсчетом голосов на таком расстоянии и условиях, чтобы он имел полную обозримость и при необходимости визуально наблюдать любой заполненный или не заполненный бюллетень при подсчете голосов избирателей. Может вести фото, видеосъемку, но только все это согласовав с председателем. Отлично, спасибо за исчерпывающие ответы. Спасибо, что пришли к нам на эфир. А я напомню, что мы беседовали с членом территориальной избирательной комиссии Ленинского района с правом решающего голоса, членом регионального отделения политической партии «Справедливая Россия» в Московской области Любовью Сафроновой.